В России 52 национальных парка. Один из них находится на территории нашей области. Орловское полесье в этом году отмечает 24-летие. В 2017-м его территорию посетило 70 тысяч человек. Основной обитатель национального парка – европейский зубр. В этом году из-за теплого начала зимы животные роды бизонов не пришли на зимовку в Орловское полесье. Показатели по увеличению зубристого поголовья, который национальный парк ставил своей целью достичь к 2020 году, превысили в год экологии. Для Орловского полесья, наверное, все-таки 17-й год останется навсегда. В первую очередь тем, что наше единое стадо с Брянской и Калужской стороной, но центром является Орловское полесье. В этом году мы перешагнули такую крайне для нас важную цифру в 500 зубров. Вплотную подошли к Беловежской пуще и польской, и белорусской со всеми перспективами, что в ближайшие, ну, наверное, максимум 5 лет мы станем самым крупным единым стадом в мире. 11 января, в день национальных заповедников, Орловский парк открыл свои двери для многих посетителей. Здесь ждали гостей. Некоторые получили соответствующую грамоту друга. В числе награжденных оказались и учащиеся Знаменского и Хатынецкого районов. Ко дню рождения парка их руками подготовлена выставка. На ней национальное достояние Орловского полесья в уменьшенном виде. Зубры, умещающиеся на ладони. Здесь получились игрушки, знаете, это зубр. Зубр просто европейский, но у каждого получился он свой, потому что ребенок от возраста зависело. Видимо, от фантазии, сколько у него было в наличии, может, материала, родители помогали. Но в любом случае, знаете, они все получились забавные, интересные. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.